так садимся на доигровку с беном 80 нами тушни конечно много у него септиена с частью армии улик заодно есть еще какой-то герой то есть в принципе он тут чистит чистит эту зону более того эта зона родная для него блин ну как-то повезло в плане количества родных зон ладно нам сейчас с вами немножечко не до этого кире надо ехать брать улик поэтому надо чтобы гондула передала на нее армию что мы с вами берем что не берем кстати а можно же а ну нет это песок нельзя тут без штрафа бегать не получится нет у нас таких юнитов к сожалению так ну такого джорчика тоже возьмем вот гарпий наверное брать не хотелось бы однозначно так но в остальном что поехали наверное 91 гриф он не кисло присоединяться не захотел вообще никто замедление у нас тоже нету шестая скорость 7 6 возможно есть смысл в ускорении закрываемся точно так же возможно есть смысл в щитке так ай-яй-яй морали ну блин это уже неприятно еще и магия земли заходит но отказываться нельзя потому что потом могут просто не дать так пару единичек тоже единичку и поехали блин макси логистика заходит ну наверное берем а вот по поводу магии огня я даже и не знаю наверно пока откажемся как насчет феечек не хотят они к нам присоединиться может быть ладно тогда повоюем раз они такие неблагодарные ребята у нас ну и все откуда там такие потери нарисовались вообще непонятно все потихонечку с этого острова нам надо будет петлять конечно же так а что у нас по поводу этого острова вообще убирать наверное этого героя я просто не помню что я собирался делать наверно да будешь петлять этим двум героям особо и делать нечего нечего внешний рынок нам кристаллы нужны а с кристаллами у нас беда однозначно так а дальше 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 да наверно все из-за этих штрафов мы тут сильно будем проседать соперник где-то на разгончике вообще находится не понял а ну у него больше городов стало но это понятно да причем два из них родные судя по всему а вот какой у него город еще один кстати а по армии по армии кстати непонятно ладно не суть важно так я так понимаю за нами погоня будет да соберник берега тоже изучает в принципе какие мы с вами а тут тупики он наверное про этот тупик знает поэтому понимает что сможет меня прибить ладно синку мы теряем это понятно не забираем заодно самоцветы пока мы здесь рядом по поводу киры давайте передадим гарпий может это как-то увеличить шанс присоединения к нам всяко может быть особенно если это будет бесплатно ладно тогда догоняем не хотят неужели к нам не захотят присоединяться даже ящеры я вообще ящеров не стал брать сразу для того чтобы виверны появились и чтобы увеличить шанс что к нам захотят ящеры из-за того что их расы уже якобы виверны есть у нас в наличии ну вот и все так ну а теперь ящера захотите вы или не захотите это очень интересно будет узнать не хотят ну что ты будешь делать ладно тогда пусть разгоняет наверное гундула слабость ясно соперник скорее всего хочет отжать он ну или разведать эту зону или отжать шахту но если он сюда сядет и захватит эту шахту то мы с вами попробуем вернуть ее назад на тот же ход буквально буквально так плюс тоже чтобы можно было выйти в муниципалитет и побольше золота чтобы копить раз уж мы с вами решили играть в итоге через дипломатию то давайте уж так вот как то так наверное это уже начинается такое серьезное мощнее причем с двух сторон нет смотрите нет он не собирается занять за нами вроде как гоняться поэтому мы так по бортику по бортику с вами попробуем пройти мимо чтобы он нас не тронул то есть пока что просто петляет получается да я уж думал как то охранять даже эту территорию но нет не придется так мы успеваем даже сесть в лодку но в том что уплыть у нас сможет только один ну и понятно что этот один это будет не гундула а где вторая лодка и вообще не помню как мы сюда а или мы освободили дамы гундулу здесь освободили ну для нее это родная территория можно считать она здесь родилась так что пусть продолжает в том же духе заодно можно будет обелиски там по посещать в общем найдем что ею делать сами же отсюда уходим потихонечку кто у нас там ходить то может мы можем муниципалитет либо капитолий влепить да я думаю что капитолий будет выгоднее так что именно его мы и строим в остальном пока все по-старому наверное что мы можем с вами сделать пока сложно сказать в основном трэжерные зоны мне сюда надо будет попасть пегасов присоединить а вот после них я даже не знаю наверное надо попробовать забрать вот этот вот ящик пандоры приложить к этому максимум усилий со своей стороны давайте аламару может быть больше единичек каких-нибудь передадим неважно каких вот джиллар сейчас в этом плане попробует помочь давай мы тебе вот таких вот единичек на даем ну так вот не будем контролировать этот ну не то что город эту зону так будет точнее ну все наверно следующий ход вот то что кристаллы не капают не повезло нам с кристаллами в том плане что мы вовремя их не кстати а может быть нам как раз поехать кристальную шахту забирать типа высадится здесь блин ну болезненно очень болезненно будет брать архимагов наверное хотя бы горгулечку какую-то взять или гремли нам надо будет так периодически давайте поклядывать за тем что же там происходит на стороне соперника честно говоря пока не видно какая-то передача армии или наоборот забирание армии произошло я вот немножечко не уловил суть собак забрал то что-то типа того ну ладно так мы находим затопленный корабль и немножко ресурсов которые соперник недоразведал на окраине вот наверное по окраинам мы с вами еще и поплаваем до тех пор пока он не доберется до этого героя так дальше туда мы не успеваем высадится можно в принципе попробовать покачаться и повоевать с гномами но честно говоря это высадка будет ради одного боя не более того больше там ничего вытянуть из этого боя будет в любом случае я думаю что есть смысл передать немножко армии давайте даже лоралей подключим в этом плане ладно хотя бы так так и получается маленький тут он сыграет такую роль в передаче кстати я думаю что есть смысл даже горгульку взять вот вы возьмите пегаса лучше отдайте горгульку на будущее это очень пригодится ладно повоюем все таки с гномами нам надо где-то качать главного героя до того как более серьезные бои начнутся давайте тогда маляки то как раз таки вверх здесь на месте гондула собирает ресурсы дальше собирается искать может быть грааль ну что ж а тут продолжает бегать наш охранник больше мы в принципе вроде ничего не можем хотя с другой стороны можно попробовать кристаллов на менять это может сделать малякид 8 надо всех ресурсов и все золото в принципе на следующий ход будет вроде все подбираем немножко ресурсов с вами еще чуть-чуть кстати давайте повторим ход соперника чтобы понимать вообще что происходит а что-то там все-таки происходит так ну что поехали на гномов и вот они хотят присоединиться 72 гнома давайте все-таки присоединим я думаю единственное вместо кого пегасы мне нужны для последующих присоединений а горгулька мне нужна для того чтобы здесь перемещаться наверное все-таки откажусь от горгульки таки быть так и после этого боя сразу же в лодку и будем с вами продолжать плыть дальше немножечко боевую мощь свою увеличили что не может не радовать так ну в таком случае что мы с вами можем сказать так давайте обелиски маленький проходик узенький трава трава горы и узенький проходик получается маленькие проходики там растущая трава вверху гор нету здесь не узенький проходик здесь нет здесь тоже нет где-то у соперника судя по всему у нас таких проходов не имеется да это сто процентов вот где-то вот тут это не наши проходы к сожалению так что грааль явно где-то еще ладно что у нас в принципе есть еще горгульки из ай блин седьмой день вообще хотелось бы и кильдию построить и вообще так много всего хотелось бы не я наверное этого героя спрячу мне больше будет нужен гонар потому что очков перемещения у него больше все здесь чем он мне будет здесь пополезней гондулу вообще мы скоро будем скорее всего удалять так ну что маленький поехали дальше вымениваться в данном случае на золото ух если да тут городской портал какой же это будет все таки топ цепная молния ну ладно хоть что-то пусть будет цепная вот наменивать ли на героя я не знаю с одной стороны над кстати кристаллы у нас проблема с кристаллами а это как раз бы именно нашу проблему с кристаллами и решила бы давайте немножко по вымениваемся да что ты будешь делать а как я выкуплю мне кого-то надо прятать или удалять давайте смотреть кого этого нельзя удалять это понятно этого нельзя кого можно этого тоже нельзя маляки то можно подумать лары лейку я думаю наверное удалим в принципе со своей работой она уже справилась вот и будет нам приносить кристальчики замечательно так ну вроде все следующий ход 14 16 13 10 капец статы конечно у него уже хорошие не то что у нас 0136 конечно этим вы героем мы еще худо бедно хоть как-то могли бы посоперничать но все равно слишком слабо так приходит ход мы с вами продолжаем на окраинах собирать ресурсы исследовать блин ну если он выкопает грааль это конечно будет просто провал ну конечно обелиски вроде как не чекает но все равно я-то знаю что он у него да уж так но если мы и можем высадиться то где-то здесь нас тут смогут с вами даже разогнать кто к нам пришел как раз ларелла и которую мы удалили к нам и пришла с гарпиями ну отлично спасибо что ли так будем ли мы что-то передавать нашей главной героине я думаю что нет пусть просто высаживается хотя с другой стороны можно и подскупиться если есть такое желание но можно муниципалитет влепить чтобы больше золота капало что у нас за бои будут в ближайшее время архимаги может все таки постараться накопить побольше золота то есть пока что муниципалитет не строить наверное 75 12 34 72 ну и типа попробовать справиться этой армией да тогда ничего даже не докупая так гунарчик 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 а блин да я же хотел передать армии ладно ну что на 8 скорости тогда разгоняем нашу героиню и становимся поближе попробуем ящик пандоры с вами забирать если что но ситуация у нас жутко невыгодная из-за того что грааль на его стороне опа у нас появилась возможность тут поплавать серьезно так может хоть ресурсов с вами раздобудем за долгое время блин ну жутко неудобно тут правда приходится выбирать или по снегу или по пескам ему посмотрите как повезло ему для того чтобы на другие берега переправляться сдало зоны с грязью да он там без штрафа спокойно бегает а я по вот этим вот двум зонам которые мне дают выход в океан должен с огромным штрафом и даже единственная зона которая ведет к нему через океан она тоже со штрафом то есть все три зоны ключевые через которые можно куда-то отправиться они все у нас со штрафом в разной степени но со штрафом а у него все зоны без штрафа вот такая вот справедливость понятное дело что тяжеловато нам приходится из-за этого ладно передаем ход тогда далее сделать то мы ничего толком не можем ну что повторяем ход соперника он все так же продолжает бегать копить армию и так далее да где-то на разгоне находится так ну тут мы попробуем оплыть и находим с вами немножечко ресурсов но это уже будет на следующий ход да очень похоже на том ну что битва с архимагами присоединиться они конечно же навряд захотятся тем более у нас нет даже соответствующего количества но и юнитов родных для них прежде всего ну и надеюсь что их там не под 90 но в любом случае потери я думаю будут аховые для нас поэтому я вот думаю кого брать кого не брать думаю что гарпий наверное лучше не брать феечку не брать вместо них взять пегасов здесь по центру пегасы стрелки какие-то что-то вроде того попробуем попробуем что вот так вот и полезь наверно наверно да но я уже представляю какие будут потери на самом то деле вот то о чем я и говорил что их оказалось под 90 да наверное м восьмая скорость и на кого-то надо будет давать ускорение и на кого-то надо будет давать ускорение еще одно ускорение у них еще и нет штрафов в ближнем бою что только добавляет проблем мы реально тут сливаем кучу армии а из-за дизморали мы даже нормально ходить не можем есть конечно стрелочки там по 40 всякие из разряда об и булу да это реально идет слив армии если не всей то почти всей что ж там такого то топового что они так это защищают ай-яй-яй-яй еще и морали пошли ну мана не резиновая тоже быстро закончится довольно таки экспертная дипломатия экспертная мудрость вот так там за 15 джинов мы с вами так страдали нет слов просто бредовенько очень бредовенько скажем честно садимся в лодку и в остальном что наверное просто пропускаем ход ну муниципалитет можем правда с вами влепить при желании пускай будет и пропускается ход так приходит ход давайте повторяем ой-ой-ой соперник уходит в темноту и там мы сможем с ним даже встретиться ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй блин забрал он арты на статы но ему на статы насыпало лучше чем мне поэтому вот не забрал я эти статы теперь они достались ему у него уже архангел и он вроде как готовится к финалочке да с мега статами да судя судя по всему именно так ну ладно до того как он нас встретит хотя бы с вами чуточку пособираем ресурсов и на том спасибо ну я не в состоянии сейчас крестоносцев буду пробить их слишком много а вот с кабанами в принципе повоевать я думаю можно 72 хотите бить по гарпиам да ну наверно придется даже позволить вам это делать 31 гарпию единственная каким-то образом попытаться спрятать где-то там ну и дизморальки блин ну вот это вот дизморалька вообще была сейчас не в тему еще какой-то ящик пандуры с вами находим и пегасы не захотели присоединяться так что опять начинается у нас с вами прокачка отлично продвинутая земля ой не но бить циклопов это самоубийство наверное с огненными птицами тоже пожалуй без вариантов поэтому самый оптимальный вариант прям здесь же и разогнаться хотя с другой стороны зачем тут разгоняться если есть гунар который в принципе это и сделает едем наверное воевать сюда да 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 именно сюда и поедем хоть какие-то зачистки можно будет там совершить таки кто у нас тут гундула да пока что толком ничего не находим но все может быть в будущем как насчет того чтобы еще одного героя запустить в плавание а ну так стоп запускать же надо не здесь хотя с другой стороны а как еще именно так и надо так на 5 гм нам надо всех ресурсов по 10 кристаллы будут сера капает ли нам тоже большой вопрос или все таки построить коняшек монастырь замок 10 10 10 давайте монастырь пока поставим на все ну тогда больше мы не строим лодок я думаю просто там не сдала мне кажется я тут уже наверное проиграл единственное если я найду контроль хотя этот контроль получит и он потом мы же играем без перестройки гильдии магов поэтому вариантов как-то спрятать этот контроль и перестроить еще раз у меня уже не будет к сожалению ну вот как то так ладно следующий ход ну что приходит ход так он там по золотым шахтам побежал тут кто то есть меня будет вылавливать вот и он собственно ну догонит судя по всему блин а элементарий я тоже могу и даже не пробить так что определенные проблемы это мне сулит может пока с более простыми ребятами попробовать поговорить так ну гунар передает армию точнее ее остатки а так стоп блин у меня же был вариант без штрафа пробежаться ой тупилова ну не знаю слишком много ошибок мне кажется с таким количеством ошибок не заслужили мы тут на победу все равно это же капец ну вот хоть какие то ресурсы наверно надо будет немножечко вправо тогда проплыть посмотреть что там но остальные просто стоят по местам а а а а а а а чего нам с вами не хватает две серы немножко кристаллов и один самоцвет давайте тогда пока замок влепим ну и все передаем ход далее ну а вот и битва на корабле соперник просто нас убивает магией на одном грифончике и все так приходит ход 15 16 13 14 статы конечно жесточайшие чего уж там и говорить забирается ящик пандоры забирается но достиг того уровня когда он может чистить все это мы с вами тут выживаем а он реально бегает и чистит все с архами это делать в принципе несложно это нам тут приходится что-то мудрить так присоединяем хоть кто-нибудь так сказать а я всех виверн слил до которых мы получали ай-яй-яй тут вроде как еще одна битва готовится но я вот думаю сесть начало наверно ману пополнить а уже потом только рассматривать какие-то варианты потому что без пополненной маны это вообще капец давайте силу магии добавим заодно так и садимся пополнять ману а джеддит в это время успеет сбегать вот сюда и на следующий ход как раз таки вернется а гунар я ну кстати гунара убирать пока что нельзя он мне тут понадобится еще так гундулой находим еще ресурсов какие-то мини острова и вот я с обратной стороны вижу можно будет сундучок подобрать плавающий будем ли мы что-то покупать сапожки щит давайте посмотрим что нам вообще там надо в плане артефактов но у нас нет ни сапожек ни щита поэтому наверное это это хотелось бы увидеть хотя в принципе эти покупки нам пока что не горят да у него же вроде черных рынков нигде не видно не должен он успеть это выкупить еще вроде как неделька лучше мы с вами ангелов попробуем поставить если что вам с другой стороны а тут дерево не надо будет до 5000 золота может быть и ипподром заодно тогда уж может быть может быть ладно след а мы без разгона до остаемся поэтому придется сделать таким вот образом и следующий ход будем нычки монахов тогда бегать собирать наверное приходит ход поехали соперник где-то на разгоне а он ну молодец кстати красавчик он разбил главного героя красава тут ничего не скажешь армию теперь потихонечку увозит ладно вот у нас строится тоже портал славы под конец недельки так что какой-никакой но ангелочек появляется в армии давайте как раз его выкупим ну и может быть парочка коняшек стали бы не лишними попробуем побегать повоевать а что тут за заклинание кстати было бы неплохо узнать вызов корабля ну то есть к стоящим их все равно не отнесешь так поехали битва первая да нам надо качаться правда не ману хорошенечко вы качали но это уже другой вопрос отлично самих монахов можно покупать позже главное пока пробить скелеты хотят бесплатно присоединиться но отказывать нельзя когда у тебя проблемы с армией то конечно же любая армия сойдет гунар сейчас попробует даже забрать скелетов чтобы они не портили мораль сильно и кира по старой схеме попробует взять бесплатно ух ты а тут морали что ли были что им так не понравилось там ну здоровья там хватает с головой опять дизмораль к пошла ну спокойно без потерь так есть и потихонечку надо собираться отсюда уходить поэтому гунар разгоняет нашу главную героиню сам становится под скупочку все кира тогда садится в лодку уезжает поедет наверное пробовать пробивать гидр возможно то есть тут вообще не так много вариантов остается что делать по сути так мы с вами едем подбираем сундучок и продолжаем плавать в надежде что там найти толкового тоже надо попробовать архангель но опять же у него плюс 2 скорости по моему было да при первой встрече если я не ошибаюсь вот это вот хуже не придумаешь это очень плохо для нас ну вихрь маны это такое сейчас это нам не особо надо честно говоря следующий ход тогда пусть капает золотом так ну соперник начинает превосходить нас все больше и больше и он наконец-то начинает понимать где находится примерно как его грааль так что чем дальше тем все больше все усугубляется но повезло повезло ему без везения в героях конечно же не обходится за это мы любим героям за рандомчик который порой даже даже в худшей ситуации может подарить какие-то мега шансы на победу ну в данном случае для соперника с лучшей ситуацией он будет дарить но тем не менее так гунарам надо отойти джедит джедит сейчас еще разочек скупится доберет этих монахов в принципе этот город полностью отстроен особо тут даже нечего сказать не знаю бастион грифонов ну типа так на будущее поставить я думаю на джинах надо пробежаться гунар должен нам это дать чтобы мы без штрафа с вами побежали тем более это все равно максимальный разгон как ни крути можем по пути с вами еще добрать себе атаку пусть будет изучаем минное поле и потихонечку мчим с вами кораблю конечно с огненными птицами вроде и хотелось бы повоевать да типа атаку чётенько поднять но после всех вот этих вот сливов как-то ну не горишь ты желанием реально этим заниматься блин мне тут теперь героев даже не хватает потому что если мы берем гунара то гунару надо становиться дальше чтобы он мог передать армию хотя с другой стороны с другой стороны там времени будет я думаю еще предостаточно пока мы сядем в лодку и потом только через день надо чтобы армия подъехала кстати портал вызова наконец-то появляется возможность что-то отпорталивать в данном случае это монахи давайте попробуем скупиться может немножко хоть какие-то там ключевые армия армия гарпи мы кстати не выкупаем на этой неделе ну и ладно ничего страшного я вот думаю выкупить еще какого-то героя и запустить тоже с разведкой только уже в другом направлении да или все таки не надо ну в общем не знаю опять же видите сопернику больше повезло в том плане что у него сразу выход к океану он мог собирать ресурсы а у нас выход к реке в реке не было ресурсов вообще поэтому приходилось больше заниматься выживанием но опять же как бы складывалась ситуация если бы мы без книги заклинаний к сопернику не побежали вот уже сложно предположить ну все наверное следующий ход очередная неделя соперник нам так и не собирается пятнадцать семнадцать тринадцать четырнадцать у него статы пошел чистить очередную зону ясненько ну что начнем с гундулы ее хоть более менее понятно что делать вот так то ради 1500 золота по сути мы здесь с вами оставались ну теперь поплывем в другом направлении садимся в лодку конечно хотелось бы повоевать с крестоносцами но очень слабо верится что нам удастся их пробить с другой стороны конечно получение книги воды было бы очень кстати блин или все таки задержаться так но их было до девятнадцати теперь стало двадцать то есть около двадцати надо пробивать кстати а улик а как же улик мы что уедем отсюда и не будем его пробивать нет надо немножко подождать раз такие дела ну во первых пару ангелов во вторых конечно же монахи ну и в коняшек добавить тоже не мешало бы поэтому пока что передаем все это дело сами поедем монахов по выкупаем гунар передает сюда армию я вот думаю башенная армия может быть и не очень тут надо чтобы не сильно нам тут морали портило и кирочка попробует во в принципе на это тоже была надежда в данном случае она увенчалась успехом так по поводу улика я думаю гунар нам скелетов передаст они в плане аджора отлично подойдут вот прям лучше некуда кони слева орков я тоже отдавать как то не хочу с другой стороны кого то отдавать надо и почему бы это не хоббиты но их все равно маловато их реально маловато поэтому я думаю мы все таки их возьмем ну отлично 6 юверн дают и надо как то разбираться с элементалями магмы а тут уже гунар должен передать нам более серьезную армию к сожалению скелетов брать нельзя эти тоже подпортят мораль очень сильно орки или все таки взять 100 скелетов ну мораль будет просто в минусах в невероятных причем минусах надо ли оно нам если скелета вне брать вот так у нас будет связь из трех городов да орки люди ну да из трех городов получается попробуем так мы можем с вами еще без потери взять вот этих вот ребят попробовать потянет ли кира ой 83 ясненько ой 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 у нас замедления нету что же за ерунда тогда блин ну это плохо получается седьмая скорость против седьмой здесь вообще шестая ой 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 гарпи вообще куда-то надо отводить но их просто некуда отвести так мы единичка так мы единичка никуда не достает то есть он по-любому бьет по коням ой жесть что есть и 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 23 хп терпим что экспертная земля но все еще без замедла не знаю ради прикола покачаться на зомбях еще пока мы не ушли отсюда защита от земли но это если у него будет взрыв то может нам пригодится в какой-то момент вот как то так остальные в принципе стоят на месте и вуз не дуют следующий ход так приходит ход у него чистится снежная зона все так же уже наверно даже почистил я гундулка еще чуть-чуть ресурсиков нашла как раз вот эти вот ресурсы они помогают больше лодок строить по большей части наверное так под собрали дерево дерево и правда довольно много получается ну и все больше и больше я начинаю склоняться к тому чтобы все таки кто-нибудь будь то малекит или кто-то другой набрался какой-нибудь армии единичек гарпи жалко троглодитов к примеру да ну хотя троглодиты блин они медленные выкупить бы еще одного героя жаль 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 кстати не посещено у нас тут еще выкупаются монахи раз выкупаются монахи 2 так гунарчик становишься здесь дальше кирочка должна будет ехать садиться но ее проблемы с разгоном а гунар при всем своем желании прямо прихватить все тоже не в состоянии у нее она тогда со штрафом долго нудно но тем не менее все это дело тянем все таки даем разгон нормальный для малекита и отправим малекита дальше на лодочках отправим туда на нижний фланг еще одну лодку дабы ускорить немножко процесс исследования и плавания тут вот плохо что видите перекрыт у нас проход мы не можем никак туда проплыть неудачное расположение но у соперника тоже есть примерно такая же ситуация на этом острове именно поэтому есть определенный шанс что он тут немножко недоразведал и нам хоть какие-то ресурсы еще могут успеть перепасть хранилище ресурсов серой давайте почему нет следующий ход так приходит вход что там успел соперник все он зачистил уже снежный снежную зону и наверно потихоньку будет собираться к нам а мы получается что даже к нему же навстречу потихоньку начинаем ехать даже так так ну что же джедит добавляет еще армии должен возвращаться гунар в принципе тоже провожает главную героиню нашу ну я не знаю в двух конях как мне кажется особого смысла нет поэтому наверное а вот в утках если смысл наверное есть может гидры присоединяться на будущее так что все тут домой потихоньку что у нас тут в плане построек на гейм все еще не хватает копим золото наверное пока тишина так потихонечку будет начинать бежать дальше так сепхина ров что по поводу нее скажем пусть стоит может быть что-то подвести надо будет кстати монахи тоже еще не выкуплены были к этому моменту ладно пока стоим на месте следующий ход приходит ход соперник пока не палится но он уже идет на нас причем многими лодками вот ардамон с архами тут надо будет по-быстрому нам линять я даже не уверен что я успею тут что-то забрать вот что интересно блин жесть однако становимся поближе это мы уже а мы хранилище медуз даже с вами не забирали что-то я вообще прям стоп а зачем я их выкупил у меня же нет слота под них мне надо это что гарпии может быть набрать либо же наоборот гарпии обменять ну вот это вот нам надо да по-любому потому что из них как бы ударный стек формируется ну и гарпии но гарпии я думал поменять все-таки взять да поменять может быть на медуз каких-нибудь или все-таки на минотавров тоже вариант почему нет так вот пусть забирают сейчас как раз джеллар все это дело передаст так снизу снизу вместо гарпии мы решили с вами минотавров да или может лучше все-таки гарпии ну гарпии мало минотавров блин мне если придется кого-то присоединять то что от кого-то надо будет отказываться к сожалению ладно все равно высаживаемся на всякий случай мистический сад мы с вами не посещали гунару теперь тоже работы нет на таком маленьком островочке особо не побегаешь пусть едет прячется наверное в городе так ну и малекит продолжает свои движения сюда чтобы тоже выкупить себе какую-то лодочку в остальном пока стоим на месте ну так же чается надежда что может пегасов сможем с вами там в какой-то момент присоединить но тоже такое ну так как хорошо что вот вот будет третий месяц начинаться давайте посмотрим что сделал соперник ооооо да он едет забирать еще один родной прежде всего для него город охохохохохохо У кого джедита, наверное, будем садить на защиту города в таком случае. Сейчас у Гунара тоже книжка есть. Вообще садим внутрь джедита. Гунар будет сидеть снаружи. Так, это внутрь. Это внутрь. Парочка единичек. Коняшек дарить сопернику тоже ни в коем случае нельзя. На все деньги накупаем тогда с вами крестов, чтобы они ему тоже не достались максимально. Так, но в остальном пока будем смотреть. Находим с вами еще чуть-чуть дерева. Не совсем то, что надо, но других вариантов у нас пока что не имеется. Так, сорианчик отвлекают. Не знаю. Все-таки съездить попробовать, да, гидро пробить была, не была. Но мы можем тут и слиться. Нам говорят, что пробьетесь, но все печальненько. Ну, основная проблема, конечно же, в том, что у нас все-таки нет замедления. Как ни крути. Можно накинуть щиток. Скорость, в принципе, у многих из наших и так первая. Поэтому, наверное, все-таки прокинем щиток с вами. Потом камни кожу следующим шагом. Главное что? Чтобы не было моралек, по большей части. Дальше накидываем камни кожи с вами, как и собирались. Так, хорошо. Давай наверх. Моралечка очень сильно сейчас помогла. Желательно ускорение накинуть, чтобы успели сбежать. Хотя они и так вроде успевают сбежать. А кого тогда ускорять? Ворков, что ли? Наверное, да. Удача. Удача. Щиток с полда получается. Ой-ой-ой-ой, отбежать-то некуда. Ладно. Вот так они друг другу еще и помешали. Получается. Пойдет. Так, отбежать. Вот еще что нам может сильно помешать. Конечно же, дизморальки. У-80. У-80. Ну давайте проклятие накинем. В случае с гидрами это тоже может быть очень и очень полезно. Пришло время разбегаться в разных направлениях. Ой-ой-ой, дизморалька. И все, и джины попадают. Так что придется сейчас по максимуму нам отстреливаться. Ну что, эксперт воздуха. И я не дотягиваюсь до ящика Пандоры. Ясненько. Что, вымениваем с вами золото. Стараемся выкупить здесь побольше. Чтобы сопернику досталось поменьше. Дерево и руду намениванием. Блин, ну все равно не в состоянии мы выкупить прям все. Даже близко не в состоянии. Так что, по большей части, этот город мы отстроили для соперника, получается. Как-то так, наверное. Или, подожди, не так, наверное. А вот так. Может быть. Хотя, в принципе, он еще пока высадится здесь. Ладно. Все, вроде все походили. Так, ну все. Соперник высадился. Жди беды. И нам дает 50 элементарий земли. И вот на кого их менять? На 6 уток? Получается, что так. А дальше бить султана Вифритов, судя по всему. Очень больно. 48. Капец. Ааа. Какая боль. Либо хоста, либо щиты надо накидывать. Наверное, щиты. Так, ну поехали. Ой-ой-ой, всех монахов. Ну, оно того не стоило, как обычно. Это мы уже окончательно сливаем с вами партию. Если уж на то пошло. 69. 69. Снимаем мы ответки все равно этими ребятами. Жерелье морского провидения. Ладно, хоть чуть-чуть золота. На скупочку. Всех стрелков, наверное, есть смысл выкупить. Чтобы вот реально вообще ничего не досталось. И дальше, наверное, грифоны. Вот как-то так. Гунару, если что-то и давать. То, в принципе, можно единичек, наверное. Кстати, Маликит надо скупаться. А выменивать. Ну, хотя ртуть можно продать, если что. В принципе, да. Нам там буквально... Тысяча золота надо. Все, сели. Теперь будет уже две лодочки плавать с той стороны. Как раз под конец недели так неудобно он к нам пришел в гости. Но обычно так оно и бывает в реальных партиях. Передаем ход. Что, соперник подошел поближе. Сейчас Ардамон будет атаковать. Мне вот знаете, в чем еще не повезло? Что Кира качается не в силу магии, а в знания. Но это тоже, в принципе, не такой уж и редкий случай, когда ты качаешь мага из башенки. Там реально 50 на 50. Во что он будет больше качаться по большей части. В силу магии или знания. Ну, нам не повезло. Будем надеяться, что может хотя бы дипломатия нам в этом плане поможет. А самое опасное для нас, это то, что когда он пойдет влево на снега, там его будет ждать книга воды. И получив хождение по воде, он сможет очень быстро попрыгать по всем нашим островочкам и в итоге нас, конечно же, добить. Поэтому, конечно, жизненно необходимо сейчас будет выбивать именно архов, но каким образом это делать, непонятно. Просто всех остальных он воскресит архами, если что. Поэтому надо будет стараться выбивать именно их. Не совсем понял, что произошло. У него что, реально одного шага не хватило? Похоже на то, ребят. Ладно. Ну что, Кирочка у нас тут займется, возможно, присоединениями. Отлично. Отлично. Дальше попробуем взять с вами ногашник. А он уже взят. В таком случае будем садиться сейчас в лодку. А скупиться мы не успеваем, к сожалению. Но подождите, не спешите. Блин. Правда, не очень везет. Двенадцать тысяч, капец. Ну, походу, мы сейчас с вами провтыкаем еще и эти все. Пятнадцать тысяч. Может быть, щиток хотя бы за 7500 как-то выменять. Щиток выменять за 7500. С другой стороны... Ай, ладно, не надо. Лучше мы тут скупимся. Пожалуй. Чтобы сопернику меньше досталось. Садимся в лодку. Тут у соперника какая-то цепочка, да? Сотка минотавров. Так, ну может произойти ситуация, при которой мы поменяемся с ними городами. Очень даже может быть. И начнется вся вот эта вот волокита. Ладно, следующий ход, наверное. Соперник пока что атакует нашего первого героя. 7 архов, неплохо. И статы бомбезные. Стрелков тоже довольно много успел накопить за это время. Ну, чтобы мне его перемашнить, это, конечно, времени очень много надо. Но это еще полбеды. Перемашнить по армии, это все еще реально. А вот перемашнить по статам, это уже нереально. Потому что на этой карте слишком мало артефактов. Поэтому, кому они находились ближе, кто их забрал, тот, по сути, уже по статам выиграл 100%. В этом плане, конечно, по балансу водные карты очень плохи. Но не за это их любят. Их больше любят за атмосферу. Старается не дать, ни разу стрелочкой ударить Гунару. Думает, как это придумать. И Ману старается экономить. Да, зря мы тогда с вами арты не забрали. К сожалению. Удачка. Так. Ну что, жахнем по стрелкам, наверное. Минус один стрелок. Капец. Ладно, опыт дарить мы не будем. Просто сбежим. А вот сейчас пускай идет и забирает город. А если бы я не сбегал, тогда бы он еще и воскресил убитого стрелка. Тоже попробуем немножко затянуть, конечно, битву. Но он отсюда может вылезть вообще без потерь. По сути, он арховер разделил на два стека. С одной стороны, чтобы быстрее выбить стеки, которые внутри. За счет четырех летунов. Ну, четырех стеков летунов. Ну что, врезание в стрелков, я так понимаю, сейчас пойдут. Вот представьте, герои с нулевой атакой и защитой против героя с пятнадцатой и семнадцатой атакой и защитой. Да, это, конечно, смешно. О, так у него тоже цепнушка. Блин, это плохо. Хорошо, что он это спалил заранее, чтобы мы имели в виду. Но, тем не менее, нам нечего этому противопоставить, к сожалению. Чемная молния бьет на шестьсот двадцать. Это значит, что экспертного воздуха, судя по всему, нет у него, да? Наверное. Кстати, а почему он решил качать именно Эрдамона? Типа, из-за класса героя, чтобы больше атака заходила, может быть. Не исключено. Ой-ой-ой, какой же ты везучий, еще и мораль. Какая жесть. Какая же это жесть. Придется, наверное, бить магией. Я думал воскрешаться, но воскрешения нам не помогут простоять больше. Поэтому надо просто хотя бы разочек шлепнуть магией по кому-то. Тридцать шесть, одиннадцать, тридцать один. Сорок. Ну вот, это, наверное, наш максимум. Двадцать тридцать. Мы, кстати, не убиваем. 76 стрелков еще смогут ударить. Попробуем минус одну тютку, возможно. А, нет, мы не дойдем. Из-за архов причем. Не доходим. 214. Нет, это смешно, ребят. Мы вообще ничего не можем. Моралька тоже у нас не сможет сработать, да? Снимала после четверти объекта. А, бой, принял. На куда? Открою. Действует. Да, это все. Он может попробовать воскресить и один, и второй стэк, а утками и грифонами добить два мои оставшиеся стэки. В этом случае он вылазит без потерь. С потерями... Ту-у-у, ну, он сам затупил. Или он забыл, что я ему убил одного креста, или считает, типа, один крест, ну и пусть. Может быть и такое. По сути, можно было без потерь вылазить. Так, а что произошло? Опять у него какой-то крит вылетел. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Уже второй раз, кстати. Ну что, у соперника не стояла галочка автоматически сохранять каждый день и автоматически сохраняться перед каждым боем, поэтому приходится сейчас просто брать и заново передираться каждый из этих боев, к сожалению. Ну ладно. Вроде как он должен был поставить... Точно так же сбегаем. Так, ну и вторая битвочка сейчас пойдет. Та же самая. Сипнушка пошла. Ну главное, чтобы моральки, все остальное тоже совпадало. Вот они у него должны сейчас сморалиться. Ну вот, уже моральки не было. Видите, а в прошлый раз была. Вот чем плохо, в принципе. Но зато теперь моралька зашла на другой стейк. На элитных стрелков. Так что это ему как раз таки получается компенсация. У него, кстати, плюс три морали, плюс три удачи. Здорово. Очень здорово. Четыре штучки. Ну по-другому, да. Совершенно по-другому бой, конечно, пошел. Но что поделать. Семьдесят один. К сожалению, тут... Ну уже не получится никого убить. При всем желании. Вот как-то так. Моральки тоже не может быть. Ну да, с такими же потерями вылез. Так что, то, что бой проходил немножечко не так, это не критично. Не для него, не для меня. Так, в этот раз критической ошибки вроде как не произошло. Месяц паука. Для меня, кстати, это плохо. А, смотрите, он скупился в начале недели. И с двумя ангелами теперь в погоню за нами пускается. Ну, оно и понятно. Так, аламар. Ну, кстати, не поменялись. На удивление. Можем щиток с вами докупить, если что, да? Хоть что-то. И заодно обучили некоторым новым заклинаниям. Кстати, можно попробовать построить гейм пятого уровня. Дают полет. Блин. Ну, полет вообще нужен. Полет нужен. Что если... Не знаю, мне где-то надо будет разбиваться. Вот что я знаю точно. Ладно, побежали. Ну, правда, я армию тогда не вывезу. Но это уже нехорошо. У меня, по крайней мере, больше мувпоинтов. То есть, нас сложнее становится догонять таким образом. Так, вот, я нашел немножко ресурсов. А вот гундула пока что нет. К сожалению. И он оставляет город без защиты. Прям настолько самоуверенный, что ли. А это как сейчас было? Как я сумел построить тут лодку, даже не становясь сюда героем. Вы это видите? А это так на всех захваченных нами или нет? Да. То есть, можно строить лодки вообще, не находясь даже в той зоне. Прикол. Ну, прикольно, что. Что тут скажешь? Что у нас в бумаге есть? Ну, что-то есть, да. Может, как-то получится даже вернуть город. Посмотрим. Приходит ход. Вот, давайте смотреть, что он решил делать. И он побежал вниз. Главным героем он просто бегает и собирает ресурсы. А, он, может быть, хочет сделать архангелов. Или я даже не знаю, что. Может быть, самоцветов на скупку не хватало, да? Кстати, да, такое очень даже может быть. Очень может быть. Вопрос, мы высаживаемся на этот день или на следующий. Если на этот, то я все равно не добегаю до него, да? Скорее всего. И на воде у меня мувпоинтов гораздо больше, чем на земле. Ну, хорошо, давайте высадимся через день. Пусть будет так. Причем, если высаживаться, то уже прямо возле города. Так, еще немножко ресурсов, но это будет на следующий ход. А вот мы сундучок пропустили. Ладно, пока он дома, тут сильно, конечно, не разбегаешься. Плохо, что перестройки гильдии нету. И мы играем без нее. Но полет это вещь реально стоящая. Особенно для того, чтобы летать между нашими зонами. Вот за один день можно перелетать все это дело. Он, конечно, владеет сейчас гораздо большим количеством информации, чем мы. Гильдии. Надо выкупать монахов, пока они еще есть. Скоро их может и не быть. Дополнительная армия. Ну, пожалуй, пока все. Так, соперник понавыкупал героев. Разогнался. Не знаю, может попробует копейщиков присоединить или что он там себе удумал. Исра. Я даже статов не вижу. Максимальную скупку, которую он мог, он, в принципе, сделал. Так что высаживаемся к нему в гости. Так, еще немножко ресурсов обнаруживаем. Кстати, по поводу полета. А мы же можем попробовать в Шакти перелететь, разве нет? Правда, это будет палево. То есть он поймет, что один единственный город остался и там, судя по всему, появился полет. Не очень умно, да? Ну, даже на сапожки пока не хватает. А они нам очень пригодились бы. Поэтому пока, наверное, просто следующий день. Да ладно, на нас выскакивает соперник, который хочет выманить у нас немножко маны, да? Ну, давай, бей. Что ты там хотел делать? Или он так просто проверяет нашу армию, может быть? Да, это была просто проверка. Ничего он не сделал. Молодец. Красавец. Вот это вот он хорошо придумал. Поэтому мне придется откупаться. Цепнушка от него последует, скорее всего. С другой стороны армии вроде как немного. Но статы очень большие. Он меня просто магией может перебить цепнушками своими. Кому-ка-пам. Ну, какая-то просто. Кому-ка-пам. Ну, какая-то. Ну, что-то пойдет. Кому-ка-пам. Ну, вот. Это мы будем еще оставлять. но нам надо экспертное ускорение чтобы во втором раунде он сыпнушкой ну хотя нет наверное просто водку будет да даем экспертное ускорение с вами дизморальки подводят сильно попробуем приложиться но все равно некоторые наши стеки не достают некоторые задизморалены и от этого ситуация только ухудшается тут одних только копейщиков даже попробуй выбей очень много ладно мы поедем за удвоением маны домой 56 слишком мало блин надо было откупаться рассчитался я точно же пегасы у меня ну короче это уже тупость начинается можно было эту армию и не терять если бы не так глупо сыграл но я еще и моральки 175 мы можем арха ему выбить отлично минус арх 10 монахов 10 монахов 10 монахов 8 монахов моя задача попробовать выбить ему еще одного арха по возможности чтобы ему это не досталось на морали конечно это жесть ну как никак плюс 3 морали должно уже это где-то оккупацию 192 вам я еще и моралица тут мы можем не успеть даже сбежать такими темпами и тут сыпнушка если он дает то уже ее будет давать и по своим тоже наверно так молния на 375 пошла все минус арх сходу так и тут надо посмотреть на чем нам откупаться выгоднее всего будет да так у нас маны было гораздо конечно меньше но мы еще и умудрились с вами что-то выжать из этого боя понятно что мы его никак не выигрываем но это не значит что вы не можете плюс для себя какой-то выжить но но во многом сейчас вот в следующем раунде будет зависеть ситуация как у нас там с моралями дизморалями вот то о чем я говорил вот дизморальки могут нам сильно тут подпортить жизнь еще минус 17 глаз и и и и и и тем более это по дешевочке ну неплохо разменялись приходит ход соперник что не понял что я откупился что ли а а а а а а а а а так хорошо соперник просит сразу выходить тоже уже не думается у него конечно постолька времени уходит на все это дело выкупаем нашу дружаньку удвоение маны наверное поставим кстати он бы меня цепной молнии не бил если бы мы сразу плащ отречение деле ой лол ну цепножка на 300 это вообще ни о чем это на полном серьезе прям совсем зато есть полет нажимаем ну ну и наверное сейчас есть смысл его снять ну да из-за усталости конечно натупили мы очень жестко и пегасы навряд захотят сдаваться можно сбегать в хранилище медуз взять экспертное ускорение типа блин ну тут отойти бы ну вот и все совсем другие потери а не то что они предлагали я вот сколько уже территории разведал но до сих пор не могу понять где это где этот узкий проход типа заснеженная земля неужели здесь над ним же сразу должно быть сбоку горы должны быть в плане сбоку горы здесь совпадает плюс совпадает ну не знаю и похоже и не похоже может вот здесь вот как раз между нами тогда это было бы эпично ни ему ни нам что мы с вами еще можем взять поближе к сопернику подобраться аджит может даже разогнать правда всего-то седьмая скорость пока на месте но и остальные тоже по местам да все сохраняем тогда сохранкой три плюса так приходит ход и смотрите соперник побежал туда куда и надо собственно правда побежал из рай и героев там выстроил очень и очень много мне бы желательно попробовать сразиться наверное а это дома остался да да этот наверное остался дома можем повторить ход а я готовился к нему как раз эти и кстати в перерыве когда общались бы в перерыве когда общались бы нам 80 он говорит да в принципе можно воровать артефакты если бы я знал я бы все вот это вот сворвал бы уже давным-давно да и вообще играл бы наверное через мага чтобы воровать можно было бы раньше так что поздновато мы с вами про это узнали так так интересный вопрос успеваем ли мы с вами сюда добежать и как он там пробьет не пробьет крестоносцев тоже интересный момент стату в исры к сожалению я не увижу ну что раз город охраняется и главный герой у него где-то есть возможно кстати вот здесь внутри города он сидит спрятанный что тоже очень может быть ну у киры не так много очков перемещений 2200 я думаю что мы никак не успеем что-то там серьезное стырить но попробовать наверное все таки стоит если она к станет к примеру полет да то она в принципе сюда сможет забежать но много чего-то успеть не сможет да давайте посмотрим что мы можем сделать дома в таком случае что у нас вообще по армии есть мы можем с вами еще докупить глаз правильно это пятый день да еще докупаем глаз получается докупаем котов у нас там кто-то стоит вот а ну давайте пробежим так а это не захваченная шахта со стороны соперника по какой-то причине как вообще почему его все еще здесь не было так и вот мы как раз обнаруживаем немножечко ресурсов но под следующий ход так есть смысл выменять немножко ресурсов я уже честно говоря не помню что я тогда собирался делать под конец того хода вроде как сопернику прыгать если он не окажется дома но он оказывается дома остался побоялся оставить все это дело что грейт троглодитов может быть таким макаром как мы будем пробегать таким вот образом да ну давайте 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 аджит передает тогда армию нет он не успевает в таком случае джеллар будет передавать так аджит становится сюда передает армию и сам станет на место джеллара они с джелларом по сути поменяются берем 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 монахов наверно с вами пока что брать не будем насчет плаща отречения наверно даже пока снимем на всякий случай и все таки полетим с вами и станем здесь стало быть да поехали так и сделаем ну и книгу воды надо тырить перед ним он скорее всего заберет ее еще до нас единственное надеюсь что он там нормально подсольет армии но если есть экспертное замедление то вообще никаких проблем у него я думаю что не возникнет так приходит ход и давайте мы повторим ход соперника вот он забирает и побежал дальше отжимать шахты в данном случае армия осталась на инхаме то есть можно попробовать казалось бы накрыть этого героя с армией да но есть и другой момент аааа хитрец какой хитрец а главный то герой его может быть здесь хитром но в любом случае лучше перебивать армии частями правильно ну что кира должна опять кастовать заклинание в нашем случае полет для того чтобы стырить дубину я не знаю воевать ли с огненными птицами но мне кажется на данном этапе они не захотят присоединиться вот и теперь надо выбирать либо мы с вами бьем инхама либо бежим за ящиком пандоры вообще самый оптимальный вариант я неправильно сделал надо было в первую очередь бежать именно александрету пробовать забирать наверное опять же так ну а если я допустим атакую чем я буду разбираться цепнушка слабая магия тоже не очень да уж выманивает вроде как нас к себе к себе инхам ну у него есть призывы элемент далее он одними призывами нас сможет там нормально приклепать а вдруг здесь какой-нибудь городской портал или что-то вроде того а ладно давайте попробуем все-таки напасть на инхама и немножечко его потрепать но сначала сначала забираем шахту а и тут надо возвращаться назад потому что блок эво как немножко ресурсов нашли буйок тут пока на месте вот здесь вот мы становимся и пытаемся с вами наменять золото как можно больше потому что возможно нам придется откупаться и это на самом то деле так и есть вот пусть будет десять тысяч их знать бы присоединятся огненные или нет ладно поехали повоюем с инхамом да но армии там конечно капец много ну что ж давайте воевать у инхама 50 маны в наличии целых 7 архов 40 крестоносцев но что самое главное у него есть книжка воды я в принципе практически уверен что она находится именно на инхаме раз он его закрывает таким огромным количеством армии пытаясь перестраховаться всеми своими скоростными ребятами завейтился ухтышка дамажит дамажит он очень сильно да не потяну я этот бой это уже понятно что никак не потянешь у меня еще и замедления нет е-мое придется опять сейчас откупаться даже не ударив его да а хотя нет хотя нет стоп 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 а я так никак не посмотрю да мы же без хв то есть дипломатией со всем остальным правильно то есть я могу в принципе цепнушкой шарахнуть разочек так делаем ему минус арха а после этого мы можем с вами спокойненько откупиться если что да так мы в принципе и сделаем минусуем ему арха но теряем конечно всех стрелков что очень плохо выкупаемся с вами дома так ну и конечно же город мы с вами не успеваем забрать золотой лук тоже такое себе удовольствие довольно посредственное можем ли мы что-то еще строить сюда наверное не особо разве что ей чуть-чуть осталось да и не чуть-чуть и еще нормально там грейд тут тоже дорогой ладно разгоняемся тогда маны пока что достаточно и надо решать куда же мы будем прыгать с вами дальше есть два артефакта на улучшение стрельбы но опять же это наверное немножечко не то чего хотелось бы самый главный прогон с моей стороны был то что я подобрал себе дубину вместо того чтобы хотя замок я бы тоже не забрал думаю не замок бы я тоже не забрал так что без вариантов пожалуй что так да возможно лучшим вариантом было бы именно забрать ящик пандоры в любом случае бежать нам надо будет вниз так что вниз мы пока что на разгончике и становимся да пожалуй именно так и сделаем ну смотрим дальше так приходит ход и соперник уже у меня дома это значит что он нарыл контроль а хождение по воде ну конечно же конечно же конечно я собирался отсюда уходить а судя по всему мне придется давать ему какой-то отпор а призыва воскрешалочек у меня ничего подобного нету поэтому придется сейчас я конечно могу побегать отдать ему типа город с приростом но это будет полнейшая ерунда мне так кажется мне так кажется блин вот же ж гаденыш ну на одних цепнушках там особо не выйдешь а его стрелки нас задолбают попытался защитить все города да в общем есть два варианта либо мы по-пацански просто садимся в город и пытаемся нормально финалочку провести или все-таки будем играть в кошки-мышки пойдем машница дальше на этом немножко артефактов может быть кого-то присоединить получится например вот этих вот ребят как вариант что все-таки уходим тогда получается так наверное все-таки да будем уходить раз таки дела максимальную скупочку тогда может быть гарпии 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 ну они бы очень пригодились на самом то деле стоп стоп не на этом рынке хорош кто у нас тут малекит еще так на тот сундучок достанется потом кому-то да пока что заберем этот в принципе он нам сейчас и пригодится потому что золота надо много встанем где-то здесь так кто у нас аджет да что пока есть возможность вымениваем ся потому что он мне сейчас попытается перебить всех героев поэтому наша задача сейчас сделать максимальную скупку перед тем как мы отсюда все-таки начинаем линять что же все гарпии минотавры минотавры или медузы о я ртуть еще ребят не выменял кто там у нас аджет торговец почти ладно на большее все равно рассчитывать не приходится здесь у шахте есть хоть какие-то статы поэтому на защите города останется все шахте мы можем с вами попрощаться у шахте кстати книга заклинаний есть есть правда это ничего толком не дает ну да ладно что кастуем тогда полет до ящика пандоры мы тут не достаем с вами можем стырить золотой лук о присоединении джинов я думаю даже речь пока не идет я надеюсь что может быть хотя бы воскрешалочку какую-нибудь дадут на будущее да так тетива добавлено освободили мы пигуа драма но выйти без пробивки джинов тут пожалуй не получится успеваем не успеваем но битва с ними будет очень тяжелая особенно без экспертного замедления вот он тоже еще один огромный минус то что в двух гильдиях нам замедление атаки не дали вот соперник не захотел играть с перестройкой гильдии и все чисто на везение зашло не зашло всю игру без замедла играем такс ну давайте повоюем качаться все равно надо несмотря ни на что попробуем тогда закрыться с вами хоть как-нибудь худо-бедно так надо наверно наверно бежать можно щиточки еще накинуть чтобы поменьше урона мы якобы получали ну не якобы конечно точно ну снимать ответку наваливаться наверно тоже не будем пока продолжаем стоять и терпеть ну кстати терять прям всех орков нам нельзя если мы с вами хотим попытаться присоединить еще немножко их все становимся здесь поближе и начинаем разбегаться ой я что на габанк не взял ё-моё я столько раз мимо него пробегал ну вот что значит каждый раз загружаться то там загрузился то там загрузился и уже забываешь даже что ты собирался делать плохо когда партии не играются за один присест к сожалению давайте чуть ниже побежим ну и все наверное следующий ход так соперник все таки нас атакует так что город он сейчас ну само собой заберет это даже не обсуждается он легко забирает этот город сделает себе удвоение маны ну по армии очень сильно перемашнил плюс ему видите повезло еще и в том плане что для него на карте оказались родные города для нас родных городов больше не нашлось после игры посмотрим с вами хотя бы расклады чтобы наверняка сказать какая была ситуация по крайней мере бен писал по поводу того что говорит у меня очень сложная ситуация была в начале игры я не знаю как такое возможно когда у тебя есть доступ к океану но он говорил что именно так поэтому интересно будет посмотреть вместе с вами попробуем посмотреть и проанализировать ну что давайте хотя бы стрелочкой жахнем по кому-нибудь 35 и 60 35 это 70 урона 35 25 30 30 ну мы можем с вами тогда сделать вот таким вот образом и это наверное максимум воскресить все три стека ему будет гораздо сложнее поэтому у кого-то он все равно одного потеряет я так понимаю что крестоносца для него да не столь важны а так он и монахов решил тоже не поднимать минус монах минус крестоносец в принципе больше ему убить и не мог да архи это зло здесь на этой карте оказались так и еще одна битва ну да должен покупать героев и должен начинать минусовать этих героев 85 сколько здоровья 3 по 22 это 66 ну да значит надо дорогой пользоваться стоп здесь их даже больше ну тогда это даже еще более выгодно нежить мы ему все равно не перебьем поэтому просто хотя бы ключевые какие-то стеки для него это уже началась новая неделя поэтому он уже скупает новые приросты это как раз преимущество красного цвета который он отлично использует 7 хп все здоровье у монахов на больше не хватило ну что мы остались без городов давайте посмотрим как соперник ходил одного героя спрятал внутри города вторым убил нам героя и продолжает просто отсиживаться кстати верхний город оставил пустым немножко не поняла что случилось куда он дел армию инхам а я же не могу теперь смотреть сколько армии из-за того что таверна то у меня нету ясно ясно все понял тоже одна из особенностей ну мы пока продолжим гнуть свою же линию забрали единичек нам теперь не хватает да мы тогда сделаем такую вот единичку для прикрытия немножечко повоюем ну чудище не присоединяться тут даже можно не пытаться да давайте повоюем и заходит вода вот под книжку воды это замечательно бы нам зашло но видите и эти убегают они не хотят к нам присоединиться это провал ребят ну что осталось еще один ящик пандоры попробовать стырить после чего можно будет смело сдаваться ну скорее всего и я не вижу аутов особых к сожалению делать то нам особо нечего куда куда тут можно еще сбегать или высадиться особо некуда так ты на месте ты на месте маликит в темноте нашел еще чуть-чуть ресурсов все пожалуй мы можем с вами на базаре выменять немножко ресурсов чем пожалуй сейчас и займемся просто потом у нас такой возможности не будет он убьет мне героя и не только этого вот так мы сразу наменяем с вами золото как можно больше все убежали и наверное все ну вот он атаковал да убивает мне аджета ну это понятно я аджета перед ним и засветил как раз очередной денечек нашего выживания на карте повторяем ход соперника он продолжает просто сидеть и удерживать города в принципе понятно зачем это конечно же делается чтобы я был вынужден атаковать какой-то город а у него типа везде были герои которые будут защищать эти города а я я не хватает одного шага представляете ну как так эх ладно ну циклопа мы никак не пробьем к сожалению к сожалению никак мы тут поближе можем с вами просто стать если что землетрясение да да учи в принципе какая разница так а тут бежать нам вообще некуда да да такие есть тут на месте тут можно сюда еще как-то попробовать в темноту сбегать может там что-то найдется так в целом делать нечего да следующий ход повторяем ход соперника по традиции мне вот интересно сольем партию даже не подравшись или все-таки на бой с соперником успеем 15к опыта ну представляете как это экспертить магию воды когда уже книгу воды у тебя из-под носа забрали за день до того когда ты мог это забрать ну это просто капец и не сказать иначе везде герои у него сидят серьезные ну не знаю пришло время наверное сливаться на каких-нибудь нейтралах может это будут циклопы или огненные птички сольемся на огненных птичках или архимаги тут как бы вообще без разницы кого ты будешь и где трогать ну с соперником нет смысла сражаться ладно давайте поехали сливаться на циклопах и на этом гг вот нам об этом и говорят собственно цепнушка да просто расстреляют просто расстреляют эх что им не понравилось ничего не понятно сольем всю ману заодно здесь и на этом сдадимся поздравим соперника с победой молодец что переиграл абсолютно заслуженно это сделал все окончательно стильный слив тогда делаем с вами вот тут очки на огненных птичках да без замедла сразу можно было сдаваться наверное если не дают то уже все да все сливаемся на этих птичках хотя бы это красиво можно сделать цепнушечка на этом все ребят надеюсь что партия чем-то вам понравилось я конечно удовольствие не получил от партии но это связано не с тем что там проиграли или что-то в этом роде или с раздачей ну с раздачей да не повезло это на любом шаблоне могло быть такое единственное что можно сказать что не получил удовольствие из-за того что не сыграли за один присест ну в принципе те кто давно подписаны знают что когда партия играется не за один присест то теряется весь настрой многое забывается и это уже превращается в какую-то Санта-Барбару вот как-то так итак ребят вот сейчас загрузились и давайте посмотрим расклады молодцы the one поехали смотреть итак соперник жаловался на расклад так два героя у него было на первый день во первых он не пробил кабанов которых пробивать очень легко можно ну гоги ладно тут еще 50 на 50 целых два склепа что по золото очень неплохо из минусов стоит отметить что заблочена лесопилка у него зато бесплатный играет для коней что тоже неплохой плюс есть улик вот есть еще ресурсы которые тоже легко отбиваются тоже очень легкая охрана тоже на первой неделе в первые дни пробивается так дальше вот здесь с элитными стрелками не очень так из того что не повезло серьезная охрана которую сложновато пробивать это стрелки без которых не будет доступа к воде а на воде в принципе нормально насыпало ресурсов стоит отметить да реально насыпало нормально тут тоже неплохо ну здесь ну в принципе более менее пропорционально то есть по воде сказать что кому-то больше кому-то меньше насыпало нельзя давайте посмотрим какие у него тут доступы были у него тоже была река но это больше такой залив вот у меня если полноценная река вот тут вот идет видите она нигде никуда не выходит она такая внутренняя то его река она выходит к океану океан ему ну точнее просто река даже дает доступ сюда здесь у него слева раз хороший артефакт тут два хороших артефакт тут хороший артефакт на здоровье здесь ну то есть ему на статы на здоровье насыпало пандорочка была ну трыжа да мне его нравится конечно больше ой 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 какая грязь ребят оказывается на карте было три родных для него города да рандомчик и тоже улик вот уликов тоже ему ну хотя как ему ну вообще да доступ через океан у него только к этому городу а мне только через одну зону пробежать сначала со штрафом добежать как-то сюда найти ресурсы на лодку сесть в нее и проплывать очень долго надо с битвами туда аж можно сказать что это да это тоже его зона ну эту зону мы хорошо видели вот здесь а вот здесь хотя бы цитаделька была хоть какой-то плюсик да и вот картограф и тут тоже на статы кстати и опять же зона к нему ближе мои же зоны вот эта зона примечательна тем что на ней есть улик и два внешних жилища монахов есть вот эта вот зона в которой ну единственное что мне дали на статы это вот эта вот дубина пандора на опыт книга воды здесь вообще больше артефакты под стрелков дали в принципе я на стрелкове делал изначально ставку но это из-за того что я через воина решил сыграть здесь тоже кстати один улик дали ой-ёй-ёй-ёй-ёй какая же топовая зона здесь была рядом вот если бы я сюда попал через меч правосудия можно было бы не кисло статы поднять а я что-то думал что тут его город но опять же он сюда раньше попал потому что это его зона так что если бы я туда уже прыгнул мне бы уже ничего не досталось давайте проверим что там за ящики пандоры здесь 15 тысяч опыта здесь у него в ящике пандоры что было давайте проверим вся магия первого уровня кстати неплохо утопии на карте получается не было ну книжка воды само собой так тот ящик пандоры мы даже вот тут еще интересно посмотреть у меня была возможность я тогда пропустил этот ящик пандоры вообще надо было брать 5000 опыта видите на опыт пандорок на опыт в основном набросала на карте ну и к сожалению видите у него все зоны с большим количеством артефактов причем хороших артефактов нам с артефактами не повезло плюс у него доступ к океану у меня доступа к океану нет что еще ну три родных города на карте это очень сильно у меня только один плюс у меня доступ вот раз зона два зона три четыре из этих четырех зон только одна зона без штрафа все остальные мне надо медленно и нудно на них перемещаться причем еще даже одна зона со штрафом она здесь переблочена то есть мне сначала надо в эту зону бежать с этой зоны начинать бежать сюда что очень долго охране были довольно серьезные которые в начале понятное дело не возьмешь ну вообще вот если возвращаясь назад как надо было играть надо было изначально качать мага вот играя через мага возможно какие-то шансы здесь у меня бы и были ну а так если посмотреть по зонам и по раскладам ну конечно все гораздо хуже у меня был лучше старт из-за того что у меня очень простенькая охрана стояла которую легко можно было пробить у него был старт сложнее из-за того что сложнее пробить охрану но опять же тебе самое главное отстроить коней и после отстроенных коней они пробьются легко сколько здесь орков было давайте посмотрим 23 ну 23 орков в принципе на первой неделе пробивается то есть на первой неделе уже можно было бы пройти сюда особенно если через мага пробиваться либо через каких-то грифонов а у него фейки были можно фейками было фейк поделить на двойки и тройки в первом раунде стреляют вообще по фейкам ты занимаешься отстрелом и потом там какая-то пехота подходит там копейщики или кто-нибудь еще да и занимаются добиванием что-то в этом роде да ну на статы смотрите раз два так два колечка вот на статы 3 на статы 4 на статы 5 и на статы 6 и вообще доступ у него к скольки зонам раз два три четыре пять все через океан вот ему достается пять зон а у нас доступ к четырем зонам то есть на одну зону у нас меньше река по сути если бы не река а эта река была залив как у него то очень даже интересная партия могла получиться даже с учетом того что зоны у меня были бы похуже возможно удалось бы добраться до хороших зон раньше него и тогда были все шансы а так конечно именно река и не имение доступа в океан на водной карте это конечно сыграло огромную роль из-за этого вот когда тебе хуже сдает такие вот проблемы которые тебя замедляют еще больше они твои шансы еще сильнее понижают но в целом первой неделе как она сыграна я доволен ну а дальше сыграно не лучшим образом но с другой стороны тут и шансов было в принципе выиграть не так уж много ладненько у меня на этом все всем пока надеюсь партия была интересна до новых встреч с вами был армак до новых встреч